Звуки музыки, которые доносятся на площадке возле мечети Кулшариф, не имеют отношения к фестивалю Музыка Веры. Здесь идет запись эстрадного концерта. На площадке возле пушечного двора все насыщено другими мелодиями и ритмами. Самым сложным оказалось выстраивание звуковых нюансов. Работа ввелась с 10 утра. Ну, в принципе, все. Музыка Веры, ноу-хау республики, несущая большое информационно-просветительское значение, миссии, где можно дать волю и экспериментам. Синтез слова и музыки навевает на создание пограничных жанров. Вот Свияжский, мы с вами видели, Свияжский концерт 12 июня. Православный храм идет, концерт. И вдруг я вижу в начале, что заходит отец Диогенис, католический собор Казани, его сестры. Они приехали на этот концерт с уважением, с удовольствием, прослушав. И сегодня вечером, я уверена, они тоже сюда придут. То есть это все равно наша идея, фестиваль объединяющий. Площадка у пушечного двора Казанского Кремля еще залита солнцем. У строителей говорят, что молятся о ясной погоде и во время проведения трехчасового концерта. Синоптики прогнозируют дожди и грозы. Путешествие по реально существующим священным местам и посещение храмов составляет особый маршрут. Одна из остановок в храме природы, где звучат сочинения современных авторов на духовной темы. В нашем программе, например, будет звучать музыка Карла Дженкинса, очень интересного композитора. Несколько песен из песни «Святилище». Так называется его цикл, проект, где вот именно ему удается подняться как раз над национальностями, над конфессиональными немножко вопросами. Подобный фестиваль можно назвать и музыкальным портретом национальности и народов, проживающих в Татарстане. Самое ценное – это познание мира разных ментальностей, рождающих оригинальные музыкально-театральные композиции и расширяющие границы воображения. Дмитрий Пивоваров, Альфред Камилевский, Телеканал Эфир.